Начну сегодня проповедь с вопроса. Как вы думаете, возможно ли изменить характер человека? Кто думает, что да, поднимите руку. Кто думает, что нет, поднимите руку. Спасибо за честные ответы и разные ответы. Вы знаете, вот так оно и будет интересно. Интересно, я так и предполагал, что у нас будут разные ответы. Особенно интересно, когда муж поднимает «да», жена поднимает «нет». Но, друзья, я хотел бы сегодня проповедовать. Я очень много размышлял над этой темой, изучал это в Писании. Для меня этот вопрос тоже был очень интересный. И сегодня тема моей проповеди называется «Как изменить свой характер?». Я думаю, что у нас могут быть разные взгляды, разные ответы. Где-то, может быть, какие-то даже и несогласия. Но я надеюсь, что в конце нашей проповеди, на основании Писания, мы все придем к одному выводу. Итак, я верю, что это важно, потому что характер – это то, с чем мы соприкасаемся постоянно. У каждого из нас есть характер, только иногда мы не знаем, что с ним делать. Первое определение, что такое характер – это совокупность психических и духовных свойств человека, которые чаще всего проявляются в его поведении через жизненные обстоятельства или при взаимодействии с окружающими людьми. По-другому, характер – это реакция человека на разные ситуации. Эмоциональная реакция, особенно на непредсказуемые, на такие неприятные сюрпризы, на непонятные вещи, когда наша воля ущемляется, тогда проявляется и реагирует наш характер. В самом начале я хочу сказать, что есть разница между характером и темпераментом. У нас не будет времени изучать и идти в эти детали, но хочу все равно это заявление сделать. Разница есть между характером и темпераментом. Когда я был еще значительнее и моложе, мой папа меня всегда учил. Самое главное, сын, это характер. Внешность меняется, а вот характер – это самое главное. Ну, вы помните, когда нам было по 18 лет, то мы тоже так соглашались с улыбкой. Ну, мы не против хорошего характера, но у нас были другие немножко цели и приоритеты. Ну, а теперь я учу своих детей. Сын, самое главное – это характер. Внешность, она меняется. Характер, он такой стабильный, он такой наш, любимый. Везде, куда мы не приходим, он с нами. Бывает, мы заходим в комнату, а люди так глаза закатывают. Вот, пришел, пришла. Вы знаете, это не из-за внешности. Чаще всего это из-за нашего характера, который мы принесли. И люди с ним иногда уже познакомились. И часто из-за этого характера люди страдают. И мы к нему уже привыкли. Он наш, он родной, он всегда с нами. И себя самого шокировать очень тяжело. А вот других иногда у нас получается. И иногда люди занимают такую позицию – любите меня такого, как я есть. Могут цитировать Писание. Но и имеется в виду, что меняться как бы в общем я не собираюсь. И один такой интересный вопрос. Вы хотели бы, чтобы ваш характер передался вашим детям? Не спешите, подумайте, хорошо. Вот чтобы у вашего сына был такой же характер, как у папы, а у доченьки такой же, как у мамы. Мы же им все желаем счастья. И хочу вам дать три таких информации. Не знаю, как вы относитесь к негативной и позитивной информации, но я вам дам сегодня и одну, и другую. Начнем с плохой, закончим с хорошей. Негативная информация. Как бы вы не пробовали изменить характер своего супруга, у вас не получилось. Вы решаете, да, говорить аминь или нет? Ну, можно подумать. Позитивная информация. Наилучшее доказательство работы Бога в сердце человека — это измененный характер. Это хорошая информация. Это можно говорить аминь. А вот между негативной и позитивной сейчас хочу вам предоставить реальную информацию. У большинства людей характер не меняется. Из-за отсутствия желания платить цену, развивая личные отношения с Богом. Как это работает на практике, мы сегодня с вами чуть позже узнаем. Итак, независимо, вам больше нравится негативная или позитивная информация, мы с вами больше находимся в реальности. А реальность, наверное, вокруг нас такова, что у большинства людей характер почти не меняется или очень туго и сложно это сделать. Конечно, важно напомнить, что рост берет всегда время. Рост, развитие, зрелость. И когда люди не видят быстрых результатов, часто люди быстро сдаются. Хоть и у них были какие-то благие намерения. И я приведу вам пример, чтобы подтвердить эту мысль. Следующий вопрос. Как вы думаете, возможно ли человеку с лишним весом сбросить 30 паундов или 15 килограмм? Не торопитесь отвечать. Потому что тот, кто пробовал, то он и не ответил. Потому что мы знаем, что технически, как говорят technically, возможно сбросить 30 паундов. Но реально ли? Вы знаете, мы живем в Америке. Здесь я заметил такое движение популярное. 31 декабря. Ох, сколько тут желающих сбросить. Да какие 30? Да 40 все готовы сбрасывать. Кто-то 10 там пытается. И все как-то обещают, желания рассказывают. Там в кругу говорят о своих намерениях на Новый год. Ну их так хватает на недели две. А потом как-то остаются одни желания. А почему цели не достигнуты, так никто и до сих пор разобраться не может. И вроде бы человек и хочет. Но из-за того, что нужно прилагать усилия и платить цену, по разным причинам у него не получается. Следующий вопрос. Как вы думаете, возможно ли вот для всех присутствующих стать олимпийским чемпионом? Я загуглил, сколько получают олимпийские чемпионы, когда они получают золотую медаль, сколько тысяч долларов они получают. Просто поинтересовался на всякий случай. Ну, для вас информации собирал. Вы знаете, что большинство чемпионов на диване, а люди, которые так вот реально достигают золота и медалей, их очень мало. И снова вопрос. Технически кажется, возможно достать золотую медаль, завоевать и стать чемпионом. Но в реальности цена, это же потом и кровью. Сколько тренировок, сколько усилий, какая просто высокая плата. И поэтому большинство людей не достигают этой цели. И возвращаемся к нашему оригинальному вопросу. Возможно ли изменить человеческий характер? И вы, скорее всего, догадались. Ответ, технически да. Но в реальности очень трудно. И у большинства людей не получается. Потому что нужно платить цену. И я, друзья, также добавлю, что те, кто пробовал, быстро сдался. И еще хочу подметить, что важно понимать, что самому себя, самому себя, себя изменить почти невозможно. Но это возможно благодаря внутренним духовным процессам. Это возможно благодаря глубоким внутренним духовным процессам. Я думаю, что вы знаете, что ни тюрьма, ни лекция, ни законы иногда не достигают хороших положительных результатов, перемен в человеке. И я прихожу к заключению, что характер можно, характер может меняться. Особенно у верующих людей, особенно у рожденных свыше людей. Иначе Бог не всемогущ. Если Бог может управлять и справиться с торнадо и с ветром, а со мной с человеком не может справиться, или же невозможно человека изменить, то значит тогда что-то не так. Как это работает, мы с вами посмотрим в Писании. Но вызов сегодня в первом пункте вот какой. Характер должен меняться. Я верю, что это то, что мы видим, следующий слайд, на основании Писания. Что характер, мы сейчас пройдем с вами по пунктам, и мы увидим, что это не просто мое заключение. Первая мысль. Рожденный должен расти. Когда человек физически рождается в этот мир, то все родители, бабушки, дедушки, все ожидают, что этот маленький человечек, ребенок, он будет расти, развиваться, он научится ходить, он будет становиться умнее, станет зрелым. И если, не дай Бог, этот маленький ребеночек где-то, на каком-то этапе застрял, не развивается, не растет, какой стресс приходит в этот дом. Какая атмосфера, натянутая, ужасная. Переживают, мучаются, люди бегают, мечутся. В чем проблема? Дышит. Живой. Чего вы напрягаетесь? Перестал развиваться. И все знают, что если эта проблема пришла, то личность вот эта маленькая или потом взрослая будет страдать. Но это не все. Все люди, которые вокруг этой личности, которая не развивается, все будут тоже страдать. Многие вещи для них будут недоступны, не ограничены из-за инвалида, который находится у них дома. Точно так же, друзья, это параллельно происходит и в духовной жизни, когда человек духовно перестает развиваться, улучшаться, меняться. Тогда и он страдает, не зная иногда до конца причины, из-за кого он страдает. И люди, которые вокруг него, которые соприкасаются с этим характером нехорошим, они от него тоже точно страдают. И здесь важно добавить, что мертвое не может расти. Расти может только то, что рождено, появилось на свет. И когда мы, друзья, с вами говорим о духовной жизни, то в Библии упоминается такой процесс, который называется рождение свыше. Когда в человеке появляется другая природа, божественное начало. И вот только при этих условиях человек может мечтать о характере преображенном. Иоанна 3 глава написано, Христос сказал, если кто не родится. Видите, вот это слово, не родится от воды и духом. И дальше такое строгое заявление, не может войти в Царствие Божие. Значит, первое условие для того, чтобы как-то двигаться в том направлении, человек должен быть рожден свыше, спасен, принял верою Иисуса Христа как Спасителя. Это первый этап. А дальше, когда он уже родился, отжидается от него рост. Первая Петра, вторая глава написана. И так, отложив всякую злобу, коварство, лицемерие, зависть, злословие, как новорожденные, уже рожденные, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти, видите, вырасти вам во спасение. Хочу, чтобы мы заметили, что это обращение к спасенным, уже спасенным. Уже спасение у вас есть для тех, кто поверил и принял это верою. Но дальше многие люди на этом этапе застрявают или останавливаются. Они не развиваются, утешая себя тем, что я спасен, я в церкви, я не такой алкоголик, как мой сосед, я лучше, я нормально на нормальном уровне. Но Писание говорит, вот в твоем вот этом статусе спасенного, тебе нужно возрастать, нужно расти. А как же померить этот духовный рост? Молиться на 15 минут больше в день? Или приходить на один раз больше в неделю в церковь? Вот как этот рост измерить, к чему призывает нас Писание, в этом же тексте мы видим ответ. Это как раз вот первый стих. Для того, чтобы возрасти, вот нужно, как результат нашего роста, мы оставляем злобу, коварство, лицемерие, зависть, злые вот эти слова. Для этого Писание нас призывает расти, развиваться, меняться внутри. Дальше, друзья, Слово Божье сравнивается с семенем. А какой смысл или предназначение семени? По-любому расти. Вы согласны? Зачем семя? Чтобы оно проросло. Это предназначение. Значит, в нас должно что-то прорастать и что-то менять. Вы никогда не задумывались, почему христианин или праведник сравнивается с деревом? Написано, праведник цветет в флорице, как пальма. Поэтому, почему оно сравнивается с деревом? Потому что дерево предназначено, ожидается, что оно будет расти, приносить плод, а еще важно укореняться, углубляться в глубину корней пускать. И это то, что ожидается от нас верующих. Поэтому вывод очень простой. Бог ожидает роста от своих детей, уже уверовавших, ожидается перемены. Дальше, второй пункт, почему характер должен меняться, потому что Писание очень так конкретно дает уровень, до какого уровня должны люди меняться, преображаясь в образ Христов. Это очень высокая планка. Если на самом деле вы подумаете об этом, то многие люди не сильно даже хотят об этом думать, слышать, потому что нам кажется, а там мне хотя бы быть лучше, чем мой сосед или чем моя жена. А тут до такого уровня даже некоторым и неинтересно думать в ту сторону. Но смотрите, 2 Коринфянам 3 глава написано, все мы с открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа и изменяемся. И вот дальше, внимание, изменяемся как? Становясь все больше похожими на Него. На Него стоит с большой буквы, то есть на кого? На Христа. Дальше в синодальном переводе написано, преображаемся внутри, трансформируемся, преображаемся в тот же образ. По-английски слово are being transformed, трансформация происходит внутри нас. И здесь, друзья, снова мы видим, что Писание показывает уровень, в который человек должен прийти, изменяясь, становясь похожим на Христа. Галатам 4.19 написано, Павел пишет, дети мои, от которых я снова в муках, доколе не изобразится в вас Христос. В Новом Переводе написано, пока вы воистину не станете по-настоящему подобны Христу. Until Christ is fully developed in you and in your lives. Друзья, апостол Павел здесь говорит о том, что он страдает, он делится своими эмоциями из-за кого, из-за чего? Из-за незрелых христиан, верующих, которые не пришли к этому уровню или не хотят к нему идти, или где-то застряли в развитии. И хоть можно и сказать, что я пока несовершенный, но можно и проанализировать себя, каким я сегодня и каким я был пять-десять лет назад, мой характер, моя реакция как-то меняется и улучшается или нет? Евреям 5 глава написано, ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, а вам снова нужно учить вас первым началом, то есть вы младенцы. Снова здесь он обличает в незрелости. И смотрите, зрелость не ожидается быстро и сразу. Должно пройти время. И вот здесь написано, судя по времени, по-английски написано, you have been believers for so long now. Вы уже так давно ходите в церковь, вы уже так давно верующие, тысячи проповедей уже прослушали. Но нет у этого развития. И вот в этом он их и обличает. Поэтому, друзья, Писание, мы видим из текстов Писания, что оно нас призывает меняться, показывает уровень, я бы сказал, достаточно высокий, чего нам нужно достигнуть. И дальше несколько примеров из Писания библейских героев, где мы видим, что смотря на них, они не оставались одинаковыми. Они менялись. Например, у нас не будет времени пройти все из них, но пару примеров вам проведу. У нас в церкви в последнее время мы делаем background check для тех людей, которые занимаются в детском служении. Проверяем у людей, как это сказать, background check. Их под нагодную, нет, историю. И вот представьте себе, я одним человеком, ну, мне как бы нравится Моисей, его лидерские задатки. Я так, ну, подумал, для, наверное, вы бы мечтали такого лидера Моисея иметь как бы в команде детского служения. Я поинтересовался его background и нашел у него криминальный рекорд. Оказывается, он человека убил. А потом оказалось, что в Писании прочитал, что он стал самым смиренным, самым кротким, кратчайшим человеком на земле. Я так подумал, так подождите, как это, как это произошло? Вот помните его состояние? Мужик сказал, мужик сделал, закопал. Ну, это по отношению к египтянина, помните, да? Он там два раза не повторял. Кажется, как вам его такой характер? Спыльчивый, не очень. А потом читаю, кратчайший человек на земле. Думаешь, вау, вот это трансформация. Информация, это не информация, трансформация внутри. А что было между этим? Ой-ой-ой, этот народ терпеть 40 лет, сколько они роптали, столько они его долбили. И у каждого же у нас есть как бы вариант, либо развиваться, становиться еще больше злым, и вот этих людей ненавидеть, которые его все достают, и у него есть причины, и имена, кто его достает, либо развиваться в другом направлении. Еще пару вам примеров библейских героев. Например, Евангелие Иоанна, когда вы читаете, то мы знаем, что он назван апостолом любви. Кто не знал, вот так его называют. Но я тоже поинтересовался его историей. Прочитал, что он поменял social security. Раньше у него было написано «сын грома». А потом стал апостол любви. Я так тоже себе прикинул. Но из Библии прочитал. Идет Иоанн там служить, куда-то проповедовать в селение, а там не приняли его методы, его Евангелие, его христианство или пост его не понравился на Инстаграме, не отреагировали. Иоанн такой смотрит на этих людей и думает. Попросил, да пусть огонь сойдет с неба и истребит их всех во имя Иисуса. А возле него так рядом, наверное, какой-то апостол там рядом был, стоял так, посмотрел на него, глаза закатывают. Come on, Иоанн, ты же апостол. Что за вещи ты говоришь? А Иоанн же в хорошее намерение как бы. Ну, назван сын грома. Я не знаю, как вы это себе можете интерпретировать. Ну, наверное, как сказал, то так и молнию почувствовал. Каждый по телу так прошло взглядом. А потом пишет послание любви. Там призывает к миру, к любви, ко всему. И думаешь, вот это да. Тут был сингрома. А тут уже, как это получилось так интересно? Это снова, друзья, не просто информация. Это называется трансформация. Вот вам несколько примеров. И это далеко не все, как иногда, когда Бог работает в нашем сердце, что происходит с нашим характером. Ефесянам 4 глава написано. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного». Внимание, внимание. Все мы, это и ты, и я, мы все придем к уровню в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Новый перевод. Наша цель стать зрелыми, зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства. Вау. Ну и уровень. А по-английски написано. «Переводится идеально». А сегодня популярное слово, высказывание «nobody is perfect». Никто не идеальный. Оно нам тоже нравится. Особенно, когда нужно себя оправдать как-то, то мы так легко. Ну, никто не идеальный как бы. Но, смотрите, друзья, к чему призывает Писание каждого верующего человека. Именно к совершенству. И в разных переводах там стоит «совершенный», по-английски стоит «perfect». И это вот такую планку для верующего человека задано, чтобы к этому стремиться. И ты так смотришь и думаешь, какие сильные слова. Кажется, настолько нереальные. И здесь, друзья, хочется сказать, цель, успех любого зрелого христианина – это преображение в образ Христа. Да, я знаю, что это не всем нравится. И не всем понятно. Вот почему я подчеркиваю, успех зрелого христианина – это преображение в образ Христа. И если иногда человек, живя на земле, встречает разного рода трудностей, потерял близкого, любимого, похоронил, кризис семейный, дети ушли от Бога, зависимости, хронические болезни неизлечимые. Мне кажется, зачем жить на земле? Правда, иногда мысли проходят через наш разум. Какой смысл жизни? Вот какой. Преображаться в образ Христа. Вот цель жизни на земле. Она написана. Вы знаете, что кто-то может подумать, я никогда не стану совершенным. Это уровень, недосягаемый для меня, поэтому я и не буду стараться. Зачем зря тратить энергию? Вы знаете, это все равно, что сказать, все равно, что думать. Я никогда не буду полностью физически здоровым, поэтому я не буду заботиться за здоровье. Вариант? Если я никогда не могу стать 100% духовно совершенным, не стараюсь, то почему в физической жизни, несмотря на то, что нет гарантии, что ты не заболеешь, нет гарантии, что ты не подцепишь каких-то микробов, инфекций, но тем не менее, ты тратишь деньги и покупаешь органики еду. Зачем? Если ты все равно 100% никогда не сможешь быть физически здоровым. А зачем ты некоторые там витаминчики глотаешь, там еще что-то делаешь, как бы. Все типа ради здоровья. А ты же все равно не сможешь достигнуть совершенства. Но ты выбрал, и ты идешь в том направлении, чтобы хоть как-то быть здоровым, но и в том направлении двигаться. А почему мы не делаем, не применяем те же принципы в духовной жизни? Хоть можно оправдывать себя, что ну я никогда этого не достигну и нечего стараться. Или же идти в том направлении. Вот моя цель, вот к чему я хочу достигнуть. Я не хочу застрять на уровне, что я просто спасен. И люди страдают вокруг меня. Но я хочу двигаться в том направлении, к которому меня призывает Христос. Стремясь к этому совершенству. И добавляю, повторяю, что да, это берет время, друзья. Это не быстро. Вот почему многие сдались. Потому что быстрых результатов не увидели. Это точно так же, как и вес сбросить. Люди имеют намерение, но не готовы платить цену. Вот почему большинство людей, их характер не меняется. И теперь мы с вами, друзья, приходим к самой главной мысли. Как же изменить характер? Три мысли, которых я пытался вас убедить, если можно еще раз показать на экране, почему характер должен меняться. На основании Писания мы с вами прочитали все эти тексты, эти три пункта на экране. Но теперь самое важное, как же он может измениться, если мы принимаем то, что я должен развиваться. Читаю вам Иоанна, 15 глава, 4 стих. Я верю, что это такой глубокий смысл, который здесь Христос преподает, что мне кажется, только на одном этом тексте можно серию проповедей выдавать. Итак, слушайте внимательно слова Христа. Интересное сравнение. Христос позиционирует себя, как он лоза. Мы люди ветви. И дальше интересно, важно не пропустить. Плод точно будет, но при условии. Читайте текст. Плод точно будет, но при условии. И дальше у меня к вам вопрос. О каком плоде идет речь? Если пребудете во мне, то принесете много плода. Какого? Какой результат ожидается? Мне почему-то кажется, что у нас могут быть разные ответы. Потому что результат, успех у каждого интерпретируется по-разному. Такой неожиданный вопрос к вам. На каком языке написан Новый Завет? Варианты ответов. Иврит, греческий, римский, латинский. Правильный ответ? Греческий. Вы уверены? Правильный ответ? Греческий. Мы к этому вернемся. Это нам поможет разобраться, о каком плоде идет речь. На следующем слайде мы с вами увидим текст на английском, на русском и на греческом. И вы видите, что каждое слово имеет номер. Возле каждого слова, по-английски и возле греческого, стоит число, которое имеет какое-то значение и смысл. Эти цифры называются номер Стронга. Почему номер Стронга? Стронг – это фамилия человека, который вот эту систему изобрел. А что такое номер Стронга? Изучаем вместе. Это указатель каждого слова в оригинальных текстах библейских рукописей. Каждое число связывает коренное значение слов Библии с первоначальным значением еврейских или греческих рукописей, с которых они были переведены. Если вы не поняли, я упрощу. Если можно вернуться к тому тексту. Когда переводы делают на другие языки, с оригинального текста, иногда переводчик не может использовать дословный перевод, потому что иногда слово в слово не передает тот смысл, который должно передавать. Поэтому переводчики иногда пытаются найти по контексту, как можно ближе по смыслу, то, что в той культуре этим людям будет понятно. И здесь иногда где-то бывает, что, может быть, не до конца полностью передается смысл, или же можно неправильно интерпретировать какое-то значение или слово. Поэтому каждый номер, он делает две вещи. Этот номер, во-первых, изучая это, вы можете вернуться в оригинальное значение текста. А второе, этот номер помогает тебе найти точно такое же слово в других местах Писания, и это поможет тебе разобраться, какой смысл там вложен. Итак, нас интересует слово плод. На следующем слайде вы видите этот же текст Писания, где написано, кто пребывает во мне, приносит много плода. И вот это слово плода, или по-английски fruit, под номером стронга имеет цифру 2590. А теперь наша задача узнать, что это значит, и найти это же слово в других текстах, чтобы помочь найти ответ на вопрос, когда Христос сказал, если пребудете во мне, то принесете много плода. О каком плоде идет речь? Вот здесь мы с вами и узнаем ответ. Открываем с вами вместе послание к Галатам, пятая глава. Итак, плод Духа. Вот оно, откровение. Если вы следили за текстом, это тот же самый номер. Номер стронга 2590. Этот же номер, это же самое слово употребляется, если вернуться назад в тексте, если пребудете во мне, то принесете много плода. Какого плода? Вот этот плод и этот оригинальный смысл. Галатам 5, 22. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Как вот этот список можно обобщить одним словом? Ну, плод Духа уже здесь упоминается. А еще его можно собрать в название нашей темы. Характер. Именно вот туда призывает нас Писание. Чтобы в нас прорастал плод Духа. И этим вот эти качества внутренние преображают нас, меняют нас внутри. Потому что если нету любви, значит много злости. Если нету радости, депрессия. Если нету мира, постоянно раздраженность. Если нету терпения, то там вообще завал. Если нету воздержания, то вы понимаете, страдают все. Из-за кого? Из-за прически? Или из-за характера? Вот, друзья, то, к чему призывает нас Писание. И хочу, чтобы мы все заметили. Когда мы говорим иногда плоды Духа, то богословски это неверно. Это не плоды, а плод один в единственном числе. И на русском, и на английском, во всех переводах. То есть это можно назвать еще Христоподобие. Образ Христа. Вот это называется плод Духа. И все вот эти перечисленные качества внутренние, они созревают в нас, преображая в нас, как мы читали, в образ Христов. Да коли мы все не достигнем образа Христова. Все? Можно идти домой. Осталось самое легкое. Друзья, вы представляете, как это для нас, для христиан, какой это вызов. И интересно, что нет разницы, сколько лет ты верующий. Хоть 40 лет, хоть с детства, хоть ты два года только верующий. Планка для всех одинаковая. Поднимайся, преображайся вот в этот образ Христов. И вот этот плод Духа должен прорастать, должен проявляться в каждом верующем человеке. И вы знаете, что сегодня мы с вами поняли, что секрет, как изменить характер, два пункта. Первое. Знать источник моих перемен. «Я лоза, вы ветви». То есть источник перемен. Тот, кто производит в тебе плод. Какой плод? Плод Духа. Это не ты. Ты сам себя за штаны не можешь поднять. Это Христос, который лоза и сок жизнь, которая приходит от Него, она переходит в тебя и только при этих условиях. Написано, принесет много плода, если пребудет во мне. Теперь мы поняли, почему у многих характер не меняется? Куда там пребывать при такой занятой жизни? Но для меня, друзья, это хорошая новость. Я вас приглашаю вот на этой неделе подискутировать, подумать, поразмышлять, а почему Христос дает эту иллюстрацию? Почему вот лоза и ветви, взаимосвязь, какие уроки ценные можно оттуда извлечь? И есть, друзья, еще и наша ответственность. Вот этот второй пункт, нужно знать источник моих перемен, а дальше твоя ответственность пребывать на лозе. Если можно вернуться на тот слайд. Пребывать на лозе это уже твой выбор, это уже твои усилия, это уже то, что ты должен делать. Ну и, наверное, самый интересный вопрос, а что такое пребывать на лозе? А как это работает на практике? Что я должен делать? А вот об этом, друзья, мы с вами поговорим во второй части, поэтому не пропускайте собрание. И будет вторая серия. А в заключении хотелось бы сказать, что многие христиане, к сожалению, ходят в церковь очень долго, но в них нету плода Духа. Ты не видишь этих качеств в них. И кто-то сдался, что никогда этого не достигнет, а кто-то, слушая то же самое слово сегодня, принимает это как надежду. Значит, я могу измениться. Да, тебя, ты не можешь изменить свою жену, мужа, но себя, если ты, даже у тебя не получалось раньше, хватая за эту истину, я буду пребывать на лозе. Христос сказал, что принесет много, не так себе, такой себе, такой будешь, такой корявенький, полузелененький христианинчик. Написано, если ты будешь пребывать, то написано, много будет плода. И здесь я хотел бы, чтобы мы поняли и источник, и нашу ответственность. И если вдруг у вас не получается, хочу ободрить вас, друзья. Если вы родители, вы поймете, представьте себе, что у вас есть дети, и один из ваших детей, он академически очень плохо успевает в школе. просто проваливает тесты. Не потому, что он не учит уроки, потому что он просто неспособный, не дотягивает, он страдает. Другие дети, они учат меньше, чем он, они гуляют, они бегают, а этот ребенок сидит, учит, старается. Приходит экзамен, он получает ниже оценку, чем те, которые даже не совсем старались. Скажите мне, какая будет реакция родителей? Учитель или кто-то со стороны думает, ленивый, лодорь, не учится, хватит гулять, надо заниматься, ты уже такой там пять лет, уже второй год, остался в школу на второй год. А мама слушает эти разговорчики, сердце кровью обливается. Если бы вы только знали, как мой ребенок старается. А когда еще этот ребенок спрашивает, пап, мам, а почему так все нечестно? Why is it so unfair? Я учу, я учу, они играют, когда я учу, а у меня не получается. Мам, почему? Когда мама, родители слышат такие слова, готова отдать ребенку и глаза свои, и мозги, и жизнь всю за него положить. Когда этот ребенок учит, и у него слезы так капают, капают на на эту книжку. И мама, только родитель точно знает, если ребенок не может или не хочет. А как вы думаете, Бог? готов сделать больше, но поверь, он точно знает, если ты не можешь, или ты не хочешь напрягаться, и используешь крылатую фразу, nobody is perfect. но когда ты искренне, честно стараешься, перед Богом плачешь, то если ты, как родитель, сделаешь все возможное, то поверь, и Бог сделает все возможное, чтобы и у тебя получилось. Поэтому скажи, как часто ты у Бога спрашиваешь, Господи, в чем мне нужно измениться? Как давно ты такие вопросы задавал? Как часто ты просишь, Господи, Дух Святой, помоги мне, я не могу, я уже обещал, я уже все, что я только не пробовал, не делал, а теперь я понял, я буду идти этим путем, я хочу оставаться на этой лазе, я не совсем понимаю, я не до конца умею, я не знаю, как это на практике, но одно я понял, я сегодня решил, я буду идти этим путем, я не хочу оставаться таким же, я хочу меняться, я хочу преображаться, я хочу, чтобы этот образ Христов видели во мне мои дети, чтобы видели люди окружающие, чтобы они видели во мне вот этот образ Христов, я к Нему стремлюсь. Я еще не там. Я несовершенный. Это займет время. Это долго. Но меня эта новость вдохновляет. Для меня есть надежда. Я не должен быть всегда таким, с этим скверным характером. Я хочу быть на лозе, которая приносит плод. Аминь.